МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На ночь с субботы на воскресенье сотрудники пожарной части номер один привлекались к ликвидации дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей «Лада» и «Ниссан». На улице Кнеповича столкнулись «Лада» 15-й модели и седан марки «Ниссан». А вы в салоне один находились? Нет, с пассажирами. В аварии пострадал пассажир отечественной легковушки. Еще одно ДТП с пострадавшими и снова центр города. Платье, просто ребенок. На этот раз местом аварии стала улица Коминтерна в районе железнодорожного вокзала. Для меня это ребенок. Здоровая на месте. Старенький форт вылетел на перекрестках на красный сигнал светофора и протаранил Рено. Змейка на высокой скорости, парковка задним ходом, параллельная парковка. Судебная этапа готовы? Внимание дает на старт. Выполнять эти задания пришлось на многотонных грузовиках. Очень часто при следовании к месту пожара получается, что дворы все заставлены машинами. Очень узкое место. Приходится между ними маневрировать. Необычные соревнования между водителями пожарных машин состоялись на минувшей неделе. Крупное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими практически в центре города. На улице Кнеповича столкнулись Лада 15-й модели и большой седан марки Ниссан. В аварии пострадал пассажир отечественной легковушки. По предварительной информации, он был не пристегнут ремнем безопасности. Первыми на место происшествия прибыли пожарные. Расчет части номер один, расположенный на улице Самойловой, приехал на улицу Кнеповича через пару минут. Сотрудники МЧС сразу же принялись отключать аккумуляторные батареи поврежденных машин. В ночь субботы на воскресенье сотрудники пожарной части номер один привлекались к ликвидации дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей Лада и Ниссан. Личный состав пожарной части производил работы по отключению аккумуляторных батарей поврежденных автомобилей для предотвращения возгорания. В результате ДТП пострадал один человек, пассажир автомобиля Лада. По предварительной информации, резкий маневр, ставший причиной дорожно-транспортного происшествия, совершил водитель иномарки. Он стал разворачиваться, не убедившись в том, что его пропускают. Снизу ехал, оттуда. Передо мной машина начала разворачиваться и все. А вы в салоне один находились, где кто-то еще был? Нет, с пассажирами. А пассажир где сейчас? В тропунке. Голову разбил. Судя по разбитому лобовому стеклу, пассажир сильно ударился головой. По предварительной информации, он мог быть не пристегнут. Иначе ремень остановил бы его от такого удара. После аварии пострадавший самостоятельно добрался до травмпункта, который находился неподалеку. Там врачи оказали ему первую помощь. Водитель Лады жаловался на боли в ноге, но в итоге от госпитализации отказался. Если бы автолюбитель на Ниссане пропустил отечественный автомобиль, имевший преимущество в движении, и подождал буквально пару секунд, аварии бы не произошло. Еще одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и снова центр города. На этот раз местом аварии стала улица Коминтерна в районе Железнодорожного вокзала. Старенький форт вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и протаранил Рено. На автомобиле Рено Логан в момент аварии работал видеорегистратор. После сильного удара иномарку раздвернуло на 90 градусов, и тогда в кадр попал автомобиль виновника дорожно-транспортного происшествия. Вместо того, чтобы остановиться и помочь пострадавшим, ее водитель нажал на газ и скрылся с места аварии. Семья с ребенком, в районе медики. По предварительной информации, помощь медиков понадобилась мальчику 2009 года рождения. Он сидел на заднем диване слева. Ребенок был пристегнут ремнем безопасности. Именно это и спасло его от более сильных травм. Ведь удар пришелся именно в заднюю левую дверь. Судя по кадрам с видеорегистратора, виновник управлял автомобилем марки Ford модели Sierra. Его сейчас ищут сотрудники полиции. Таких машин в нашей области не очень много, поэтому найти нарушителя уже будет делом техники. Своих прав, если они у него, конечно, есть, водитель точно лишится. Да и гражданского иска от пострадавшей стороны ему вряд ли удастся избежать. Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло на минувшей неделе на строящемся участке Ленинградского шоссе в районе улицы Шабалина. Грузовой автомобиль застрял под мостом с поднятым кузовом. Необычную картину на протяжении нескольких часов могли наблюдать проезжавшие в том районе автомобилисты. По предварительной информации, грузовик с поднятым кузовом, не сбавляя скорость, и заехал под мост. То ли водитель многотонной машины не заметил, что задняя часть его автомобиля поднята, то ли электроника дала сбой. В результате грузовик замер практически в вертикальном положении. Только чудом кабина не достала пролета моста. Тогда бы автолюбитель вряд ли бы избежал тяжелых травм. А так он отделался легким испугом. Грузовик убрали с места аварии лишь через несколько часов. В Мурманске завершено расследование громкого уголовного дела, вызвавшего общественный резонанс. Перед судом предстанут двое молодых людей, одному из которых на момент совершения преступления не было и 18. Мурманчан обвиняют в убийстве 25-летней девушки и 28-летнего мужчины. Их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в салоне автомобиля 19 августа прошлого года. Эта группа в одной из социальных сетей была создана 19 августа 2013 года, в день, когда стало известно о гибели Инны и Юрия. Но эмоции здесь не утихают и по сей день. Когда произошла трагедия, родители молодых людей были в отпуске. Подозреваемых в совершении страшного преступления задержали днем позже. Ими оказались мурманчане с 17 и 21 года. По словам полицейских, тогда вины не отрицал никто. Но узнав о суровости грядущего наказания, оба пошли в отказ. Была выбрана подобная версия защиты, линия защиты, переложить вину на другого, более активную роль выдвинуть своему товарищу, чтобы попытаться остаться в стороне. На видео с камеры наблюдения подельники спешат домой, словно эта ночь ничем не отличалась от других. Автомобиль Део с телами Юрия Родионова и Инны Бегуновой полицейские обнаружат только вечером. По версии следствия, один из участников арендовал квартиру и не желал в последующем возвращать долг, имевшийся за квартиру перед собственником квартиры, и убил двух лиц собственника и сожительницу. Как выяснилось в процессе расследования, один из обвиняемых, Николай Акимов, вместе с девушкой снимал квартиру Юрия. Денег не было, и хозяин первое время разрешил пожить бесплатно, а когда появится возможность, платить по 9 тысяч рублей в месяц. Время шло, но стоило мужчине напомнить про уговор, как в голове съемщика созрел чудовищный план. Вечером 18 августа под предлогом съездить за деньгами, он попросил Юрия заехать за ним. Вместе с несовершеннолетним приятелем Николай сел на заднее сидение автомобиля, а когда машина приехала по адресу, он несколько раз ударил водителя ножом. Все это время рядом с Юрием находилась его девушка. С целью избежать уголовной ответственности, после совершения убийства мужчины, первый же обвиняемый начал носить ей тоже удар ножом. В последующем несовершеннолетний также взял нож и нанес ей несколько ударов. После этого они с целью скрыться место происшествия, с целью сокрытия следов переложили трупы на заднее сидение автомобиля, пересели вперед, совершеннолетний сел за руль автомобиля и, так как ключи имелись, совершили поездку на автомобиле. Оба участника привлекались к уголовной ответственности, один из участников дважды судим за совершение преступления против собственности. Подельники бросили автомобиль во дворе дома на проспекте Кирова, где ее позже обнаружат полицейские, предварительно захватив с собой личные вещи, принадлежавшие убитым. От всего ненужного они позже избавятся. Так сумку Инны найдут на берегу залива. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Помимо убийства, угона автомобиля и хищения имущества, Николаю предстоит ответить из-за вовлечения в преступление несовершеннолетнего. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. За прошедшую неделю в Мурманской области зарегистрировано 20 пожаров. Спасено 7 человек. 12 сентября около 12 часов дня произошел пожар в квартире в областном центре на улице Старостина. В результате в комнате сгорела тахта. В коридоре оплавился подвесной потолок. Закопчены стены и потолок. С места пожара было спасено 3 человека. На месте происшествия работало 3 отделения пожарных частей номер 4 и номер 1. Пожар был ликвидирован в течение часа. Причина устанавливается. За минувшую неделю пожарно-спасательные подразделения 10 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Происшествия на водных объектах не зарегистрировано. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Мурманской области 39 99 99. Неисправность электропроводки или экономия на обслуживание автомобиля. Итог 1. Легковушка вспыхнула как спичка прямо в движении. Чудом водитель смог выбраться из салона машины. Пожарные прибыли к месту происшествия уже через минуту. Сообщение о возгорании автомобиля поступило в ближайшую пожарную часть, которая находится на этой же улице. Ее расчеты прибыли на место происшествия оперативно, поэтому автомобиль огнем был поврежден лишь частично. В ночь с пятницы на субботу поступила информация о загорании автомобиля в городе Мурманск напротив дома номер 9 на Верхнеростенском шоссе. Пожар был ликвидирован двумя расчетами пожарной части номер 4. В результате пожара сгорела передняя часть автомобиля, салон полностью закопчен. Причина пожара устанавливается. Огнеборцы ликвидировали возгорание. Теперь уже владелец машины будет решать, восстанавливать ее или нет. По предварительной информации, огонь вспыхнул в подкапотном пространстве. То ли старые провода замкнулись между собой, то ли на раскаленные части двигателя попали горюче-смазочные материалы. В любом случае, как советуют и сами пожарные, необходимо тщательно подходить к ремонту машины и хорошо изолировать электрические провода друг от друга. Кроме того, стоит регулярно осматривать подкапотное пространство на предмет утечек масла и бензина. Почти полтора десятка команд – задания, схожие с курсами подготовки спецподразделений. На одной из турбаз в пригороде Мурманска на минувшую неделю состоялись соревнования «Школа безопасности». Репортаж с этих зречных игр смотрите далее. Уже в 20-й раз на турбазе вблизи Мурманска собрались сильнейшие из сильнейших. Кто лучше всех ориентируется в лесу, ищет потерявшихся, оказывает первую помощь. Проводятся областные соревнования «Школа безопасности-2014». Знаменательны тем, что на территории Мурманской области они проводятся в 20-й раз, то есть у нас юбилейные мероприятия. В данных соревнованиях принимают участие команды старших и младших возрастных групп, занявших призовые места в муниципальных этапах проведения данных соревнований. Всего подана 21 заявка. Команды представлены из 8 человек, в каждой команде не менее трех девушек. Данное мероприятие проводится под эгидой Министерства образования и науки Мурманской области совместно с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, военным комиссариатом, Управлением внутренних дел по Мурманской области, Россоюз с ПАСом и Комитетом образования города-героя Мурманска. Одно из самых зрелищных заданий – пожарная эстафета. Подобные нормативы выполняют действующие сотрудники экстренного ведомства. Но дети, как оказалось, не уступают профессиональным огнеборцам в упорстве и стремлении победить. Данный вид программы начинается с пожарной эстафеты, которая состоит из четырех этапов. В нем заключается надевание боевой одежды. Это тот норматив, который выполняют пожарные подразделения. Самый тяжелый этап – это надевание боевой одежды. Долго по времени. Второй этап – это преодоление преграды, а именно забора. Третий этап – преодоление у нас, получается, прямой 100-метровой полосы, участок скоростной. И четвертый этап у нас, получается, это залитие мишени до срабатывания светового сигнала. Участнику пожарной эстафеты Данилу Порфирьеву есть на кого равняться. Его папа служит в МЧС, поэтому одно из самых сложных заданий – одевание специального обмундирования Данил взял на себя. В первом этапе самое сложное было мне одевать вот эти защелки. На них больше всего времени теряешь. А вот остальное, я думаю, все было легко. У меня папа сам в МЧС служит. Он меня тренировал каждый день. Ну, вот так вот и получилось. А сам хочешь ли впоследствии связать свою судьбу с МЧС? Да, конечно, хочу. Само обмундирование тяжелое? Тяжело ли в нем бежать? Ну, да, можно сказать, что тяжело. Когда бежишь, ну, наоборот, трудно бежать. Еще один вид соревнований – поисково-спасательные работы. В финале этого этапа участникам пришлось проносить пострадавшего на носилках по узкой трубе. Эти условия максимально приближены к реальному ЧП. Ведь в том случае спасатели не могут выбрать простой путь. И доставить пострадавшего медикам необходимо в целости и сохранности. Все, поднимаем его с этим двусторонно. Еще три. И тащим сюда. Раз, два, три. Влазь, давайте быстрее. Соревнования продолжались три дня. Судьям нелегко было выбрать лучшего. В итоге победители детского и юношеского зачетов вместе поедут защищать цвета Мурманской области на соревнованиях более высокого ранга. Змейка на высокой скорости, парковка задним ходом, параллельная парковка. Похоже на список заданий на экзаменах перед получением водительских прав. Но в нашем случае выполнять их необходимо не на маленьких легковушках, а на многотонных грузовиках. Необычные соревнования между водителями пожарных машин состоялись на минувшей неделе в Мурманске. Внимание, дается старт. В качестве площадки для проведения соревнований по скоростному ориентированию огнеборцы выбрали территорию троллейбусного парка. Здесь ездить и развернуться, да и на торможении тоже место найдется. Задача не из легких. Многометровый грузовик, видимость за рулем которого оставляет желать лучшего, припарковать в нескольких сантиметрах от ограждения. Именно в этих, в областных первый раз, а так как бы уже второй раз на своих соревнованиях участвовали. Первое место заняли мы, наша команда. И вот нас сюда теперь послали. Но если тут выиграем, то может еще куда-нибудь дальше. Очень часто при следовании к месту пожара получается, что дворы все заставлены машинами. И очень узкое место. И приходится между ними маневрировать. Ну так все эти соревнования дают нам возможность получше это все делать. По словам сотрудников пожарной охраны, припаркованной в хаотичном порядке во дворах машины, известная проблема. Тут приходится проявлять чудеса мастерства. Поэтому хотелось бы обратиться к автомобилистам. Не бросайте машины поперек проезжей части. Ведь огнеборцы спешат кому-то на помощь. И вполне вероятно, это могут оказаться ваши родственники или друзья. Такие соревнования, обещают организаторы, будут проводиться и впредь. Чтобы время прибытия к месту пожара у огнеборцев занимало еще меньше времени, несмотря на дорожные и погодные условия. Если вы оказались в спорной ситуации и нуждаетесь в совете специалиста или стали свидетелем аварии и пожаропреступления, и сняли происходящее на камеру мобильного телефона, звоните к нам в редакцию по телефону 70 13 70. А я прощаюсь с вами. До встречи в следующий вторник на Артик ТВ. Берегите себя.